Стихотворение Валерия Яковлевича Брюсова «Творчество» датируется 1 марта 1895 года. И это был не только манифест личной Брюсовой, что само название показывает «Творчество» – это обязывающее название, но это был также и манифест раннего символизма. При своем появлении это стихотворение вызвало бурю эмоций, на что Брюсов и рассчитывал. Он и опубликовал его в здании «Русские символисты». На одном развороте было «Творчество», стихотворение из нескольких стров, как вы видите, а на другом была одна строка – «Закрой свои бледные ноги». То есть публикация была явно рассчитана на эпатаж. И стихотворение обвинили в непонятности, Брюсову предлагали за него посадить в сумасшедший дом. Но, как сейчас мы с вами попробуем увидеть, это стихотворение построено, если в чем Брюсову и можно было упрекнуть, это, наоборот, в предельной рациональности. Стихотворение построено чрезвычайно рационально, оно головное. И ключ к этому стихотворению я предлагаю поискать, сопоставив первую страфу его с последней. Первая страфа – «Тень несозданных созданий колыхается во сне, словно лопасти латаний на эмалевой стене». А последняя страфа – «Тайны созданных созданий с лаской ластятся ко мне и трепещут тень латаний на эмалевой стене». Мы видим, и Брюсов рассчитывает на то, что читатель это тоже увидит, конечно, что образы последней страфы варьируют, образы первой страфы, с одной очень существенной разницы. Разница несколько, но существенная очень одна. В первой страфе – «Тень несозданных созданий», в последней страфе – «Тайны созданных созданий». И сопоставив первую и последнюю страфу еще с заглавием стихотворения «Творчество», мы предположим, и это будет правильное предположение, что в этом стихотворении описывается, собственно говоря, процесс творчества. В первой страфе перед нами некоторая картинка, начало творческого процесса, и в стихотворении описывается, как пишется, собственно говоря, это самое стихотворение. То, что замечательный филолог Роман Давыдович Тименчев предлагает называть автометаописанием. Автор описывает то, как он пишет стихотворение. Теперь, имея вот этот ключ к стихотворению, давайте попробуем его почитать, страфа за страфой. Итак. «Тень несозданных созданий колыхается во сне, словно лопасти латаньи на эмалевой стене». Давайте дадим комментарий сначала к двум не очень понятным образом этого стихотворения, к тем образом, который мы можем не понимать просто этих слов или значения этих слов в современной ситуации. И первое слово – это слово «латаньи». Это растение такое, латаньи, комнатное растение, похоже на пальму. И действительно, это растение напоминает лопасть. Поэтому «Лопасти латаньи» – это такой зрительный, очень выразительный образ. Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что Брюсов при этом читатель сразу немножко запутывает. Читатель совершенно не обязан помнить, что такое латанье. Он лезет в словарь или он спрашивает знакомого. То есть загадка возникает уже на этом уровне. Вторая загадка первой страфы. Второе слово, которое, мне кажется, нуждается здесь в комментарии – это слово «эмалевая стене». Собственно говоря, что значит здесь «эмалевая стена»? Читателю, современнику Брюсову, который в 1895 году это читал, было понятнее, чем нам. Вообще это важно для анализа стихотворений, потому что оно пишется для современника. Мы с вами теряем некоторые смыслы. Вот сейчас давайте попробуем восстановить. Что такое «эмалевая стена» в данном случае? А в данном случае «эмалевая стена» – это, скорее всего, «эмалевая стена» печи. Как известно, печные изразцы делались из эмали. И таким образом, когда мы вот так расшифруем эти образы, то мы можем представить себе некоторую картинку. Какую? Комната. В комнате печь. Она топится. И в этом смысле дата первого марта тоже нам помогает. Ну и, предположим, в комнате находится лирический герой, поэт. И он находится в полусне, колыхается во сне. Он видит растение латания, похожее на лопасть. И, по-видимому, в печном изразце это растение отражается. Тень несозданных созданий колыхается во сне, словно лопасть и латание на эмалевой стене. Что делает дальше Брюсов во второй строфе? А дальше он делает простейший, на самом деле, ход. Фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертят звуки в звонко-звучной тишине. Вот вторая строфа. Соответственно, эта тень, которая отражается на латании стене, лопасти, начинает напоминать ему руки. Фиолетовые руки – это тень, это отражение. И возникает, собственно говоря, что здесь в этой строфе? Возникает процесс изменения, пересоздания обыкновенного мира. Он сидит в своей комнате, он сидит в комнате, в которой каждый из нас мог бы сидеть. Он видит обыкновенное растение. Вот оно сначала превращается в лопасть, тут оно превращается в фиолетовые руки. Таинственный, загадочный образ. И вот здесь эта эмалевая стена, которая из первой строфы, начинает играть особую роль, потому что она отражает. Вот возникает два мира. Мир реальный, с реальными предметами, в котором сидит Брюсов. И второй мир – мир, который создается в его воображении. Он находится в полусне, я напомню, колыхается во сне, он находится в полусне. И вот он начинает создавать, форматировать, если сказать таким современным языком, начинает форматировать вот этот воображаемый мир. Значит, третья строфа. И прозрачные киоски в звонко-звучной тишине вырастают словно блески при лазоревой луне. Здесь мы видим, что здесь появляется новый образ. По-видимому, за окном это образ луны, который всходит, вот, вечер. И здесь нужно тоже дать комментарий к слову киоски, потому что для нас, для нашего до современного сознания, слово киоски – это вот некоторое такое маленькое помещение, в котором какая-нибудь бабушка сидит или девочка молоденькая и продает газеты. У Брюссова это не так. В брюссовское время этих киосков, в общем, почти не было. В России, во всяком случае, в Москве. Киоски – это беседки, это садовые беседки. И здесь вот такая загадка, ответ на который вот такой четкий определенный ответ, ответить мы не можем. То есть я, например, не могу. Что значит прозрачные киоски? Почему они вырастают? Откуда вдруг они берутся? Я думаю, важно здесь указать вот на что. Важно здесь указать на то, что Брюссов здесь расширяет как бы это воображаемое пространство. Понятно, что в комнате, где он сидит, никаких киосков, никаких беседок садовых он видеть не может. Но ведь перед нашим и дальше происходит что? Вот мы видели латани, которые были на стене. Наш взгляд был направлен узко вот на эту точку. Когда появляются киоски, то этот мир, если хотите, он выплескивается из этой узкой картинки. Он расширяется. Этот воображение мир становится таким захватывающим, да, воинственно захватывающим мир реальный, побеждающим мир реальный. Здесь, именно анализируя, наверное, эту строфу, мы можем обратить внимание на некоторые такие эпатажные маленькие ходы, которые попутно Брюссов делает еще. И главный из этих ходов – это употребление ксомарона. Ну вот здесь это самая звонко-звучная тишина, которая была раньше. Мы привыкли к тому, что тишина – это то, что не сопровождается никакими звуками. С другой стороны, все мы знаем, это почти идиома – звенящая тишина. То есть такая тишина, что слышен некоторый звон. Брюссов, на самом деле, что делает? Он немножко просто меняет местами, да, и читателю достаточно просто вспомнить эту звенящую тишину, чтобы понять, о чем идет речь. И получается такая тоже интересная вещь. Читатель раздражен, но в то же время довольно быстро, если он хочет, он ответ на загадку свою находит. Вот дальше идет строфа, которая, собственно говоря, и вызвала наибольшее возмущение. Эта строфа такая – «Входит в месяц, обнаженный при лазоревой луне, звуки реют полусонно, звуки ластятся ко мне». Вот Брюссов за это, собственно говоря, предлагали посадить в сумасшедший дом, потому что… И возникло довольно множество разных пародий на него, потому что непонятно, как это может сходить одновременно две луны. Одна луна – это лазоревая луна, и при ней вдруг начинает сходить месяц. И пародисты изощрялись всячески на этот счет, ну, прежде всего, обвиняя Брюссова, скажем, в том, что он пьян. Вот он пьян, и он, значит, ему кажется, что вот есть луна, а есть и месяц. Ну, и другие были всевозможные такие, так сказать, оскорбительные довольно для репутации Брюссова предположения. На самом деле наш анализ, и это, кстати, бывает полезно очень, правильность анализа, да, то есть правомерность анализа, она должна подтверждаться, вот когда мы читаем как раз страфа за страфой это стихотворение. И вот здесь как раз подтверждение того, что мы, кажется, правильно понимаем смысл стихотворения Брюссова. Почему? Потому что если мы говорим о мире реальном и мире отраженном, ну, вот вам, собственно говоря, и ответ. Правда же, да? Всходит луна, и отражение этой луны в этой же эмалевой плоскости, в которой латание превращается в фиолетовые руки, вот это отражение, оно, собственно говоря, и видится по этому. И здесь мне хочется обратить ваше внимание на мотив, которого нету в первой страфе, который вот и во второй страфе нет, а вот и в третьей нет, а вот здесь он уже появляется. Это мотив такой. Звуки реют полусонно, звуки ластятся ко мне. Что здесь важно? Здесь для нас важное слово ластится, конечно. Почему? Потому что этот мир, мир воображения, который создается Брюссовым, воображаемый мир, мир, который преображает мир реальный, он становится для Брюссова миром, где он демиург, где он хозяин. Он властитель этого мира, потому что звуки покорно ластятся, звуки покорно ему подчиняются. И, собственно говоря, последняя строфа – это торжествующая строфа. Она об этом и повествует. Тайны созданных созданий, я специально читаю так. Вот они были не созданы, мир был не преображен, теперь мир преображен, тайны раскрыты, и я, поэт демиург, их знаю. Тайны созданных созданий с лаской ластятся ко мне. Весь мир воображаемый мне подчинен. И дальше финал, который возвращается к началу и трепещет тень латаний на эмалевой стене. Таким образом, стихотворение закругляется, такой круг получается. И последнее, пожалуй, на что я хотел обратить ваше внимание, это то, что Брюссов здесь еще играет не только с лексикой, со смыслами, он играет еще и с фонетикой. Есть такие сочетания, которые символисты очень любили. Лопасти латаний. Вот произнесите это вслух. Или есть, и синтаксис важен тоже здесь, есть повторяющиеся строки. И таким образом возникает ситуация заклинания. Поэт не просто создает воображаемый мир, но его стихотворение, его текст, есть еще некоторые заклинания, волшебные заклинания, которые он произносит. И читатель, доброжелательный, и доброжелательный оказывается поверженным, оказывается покоренным этим магом-поэтом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok